БАН! БЛОКИРОВКА АККАУНТА НА ВЕЧНО! БАН! Что нужно крафтить? Очень опрометчиво и глупо было бы с моей стороны говорить о каких-то конкретных примерах. Например, дорогие подписчики, всем привет, на связи Чейнсоу, и сегодня будем крафтить колеса у скитальцев 10 часов подряд. Нет, во-первых, если большое количество людей начнет крафтить один и тот же предмет, то цена на него упадет. А во-вторых, цены постоянно меняются и то, что актуально крафтить сейчас, в будущем может привести тебя в минус. Поэтому здесь важно разобраться не что конкретно нужно крафтить, а по какому принципу нужно выбирать предметы для выгодного производства. Всем привет, на связи как всегда Чейнсоу, и сегодня мы поговорим про выгодный крафт предметов. Я расскажу о том, как выгодно переводить на фармленные ресурсы в монеты, а также поговорим о том, как даже с учетом покупки ресурсов выходить в плюс. В общем, давайте разбираться. Для начала, давайте разберемся, какие фракции самые удобные для производства. Это бешеные скитальцы и мусорщики, то есть, грубо говоря, самые первые фракции. Чем они удобны? А тем, что если вы будете крафтить синенькую, бирюзу и фиолет, вам не нужно будет ходить по нескольким фракциям. Это очень удобно для новичков и здорово экономит время. Например, чтобы произвести колесо-затворник, нам нужна только фракция бешеных, ну и, соответственно, механиков, которые и так всегда активны. Сначала крафтим синенькую, потом из этой синеньки бирюзу, и уже из бирюзы, условно говоря, производим фиолку. Все просто, фармишь ресурсы, крафтишь все, грубо говоря, на одной фракции. А если, допустим, мы захотим скрафтить бигфут у огнепоклонников, то в общей сложности для его производства нам нужно будет сменить аж три фракции. Сначала потусить у бешеных, сделать синие детали, затем пойти на свалку к мусорщикам, и уж только потом мы переключимся на огнепоклонников. Так что с дополнительными фракциями все сложно, поэтому если вы только начинаете все производить, и вам достаточно синьки, бирюзы или фиолки, то оставайтесь на первых трех фракциях. Это позволит вам лучше разобраться в механике производства, и вы здорово сэкономите время. Но также я не ставлю крест на допфракциях, их обязательно нужно выкачивать после первостепенных. Я даже так скажу, что иногда сложность производства какого-то предмета из допфракции оправдана более высокой ценой. Что по легендаркам, их тоже можно крафтить, где-то это прибыльно, но и нужно понимать, что время на это уйдет гораздо больше. Ведь для крафта любой легендарки нужно будет ходить по фракциям, да плюсом ко всему еще ресурсы добывать. Поэтому моя личная рекомендация, если вы хотите нафармленные ресурсы перевести в голду, ну или просто легко что-то произвести, то стоит остановиться на синьки, бирюзе или фиолке. Думаю с фракциями объяснил понятно, давайте теперь перейдем к цифрам. Для того, чтобы посчитать выгодность производства любого предмета, при этом покупая все ресурсы, существует специальный сайт, где это все в режиме реального времени считается. К этому сервису я чуть позже еще вернусь. Сейчас же я посчитал сколько монет вы получите, если все нафармленные ресурсы вы продаете. То есть условно говоря, у вас есть выбор там продать ресурсы, или из этих ресурсов скрафтить предмет, и затем уже этот предмет продать. Везде брало среднее значение, сумма указана с учетом комиссии рынка. В общем, детали синей редкости. Сумма продажи всех ресурсов в среднем составляет 24,5 монеты. Прибавляем 3 голоды за аренду синего станка и получаем 27,5 монет. Это сумма и есть наш, так скажем, порог, за который не нужно переступать. Просто говоря, если с продажи синего предмета мы получаем больше 27,5 монет, то крафтить эту синьку выгодно. Если на примере, то допустим мы производим вектор и продаем его за 33,5 монеты. С учетом комиссии мы получаем 30 голды. То есть, получается все ресурсы для производства мы могли продать и получить 27,5 монет, но мы умные люди, скрафтили вектор и получили сверху еще 3 голды. Что касается белых деталей, некоторые из них выгодно покупать, а некоторые крафтить. Поэтому, здесь пацаны действуем по ситуации. Переходим к бирюзе. Если мы все ресурсы для производства особой детали продадим, то получим 80 монет. Накидываем еще 6 голды за станок и получаем 86 монет, та граница, ниже которой не должна опускаться сумма при продаже бирюзовой детали. В среднем, хорошая бирюза стоит 105-110 монет. То есть, выгода при производстве уже не 3 голды, как с той же синькой, а целых 14 монет. Окей, едем дальше. Детали эпической редкости. Если все нужные нафармленные ресурсы вы просто продадите, то получите 305 монет. Добавим к этому числу еще 15 золота и получаем 320 голды. Это тот порог, за который мы не должны переступать. В среднем, самые дорогие фиолки стоят в районе 380-400 монет. То бишь, дополнительная выгода по сравнению с обычной продажей ресурса будет плюс-минус по 40-35 золотом. Как видите, все растет в геометрической прогрессии. Чем выше грейт оружия, тем больше профита. И как я сказал выше, самые доступные предметы для производства это именно синька, бирюза и фиолка. На них легко можно нафармить ресурсы и сделать все это на одной фракции. Также я провел подобный расчет с легендаркой, но все же нужно понимать, чтобы скрафтить лего, нужно во-первых, хорошо так поформить все рейды, все пвп режимы, а во-вторых, побегать по фракциям. Честно, тут очень много заморочек. Так вот, легендарка. Если все ресурсы вы продадите, то получите плюс-минус 2100 голды. Но если вы заплатите за аренду станка еще 75 монет, то мы получаем границу в 2175 голды. В среднем легендарка стоит 2500-2600 и профит получается 100-150 монет. Да, звучит заманчиво, но как я сказал выше, слишком много заморочек. Итоговую таблицу вы видите на экране. Еще раз акцентирую внимание на том, что все расчеты были сделаны с учетом того, что все ресурсы вы нафармили и перед вами теперь стоит выбор. Либо продать ресы, либо сделать предмет и потом уже этот предмет продать. Как бы то ни было, второй вариант куда круче. Ну вот как только мы разобрались со всеми цифрами, расчетами, с тем на какой фракции лучше сидеть, чтобы с кайфом мутить монетки. Давайте перейдем к очень интересному ресурсу, который тоже может вам помочь в крафтинге. Сайт называется CrossoutDB. И да, не подумайте, что это какая-то реклама. Нет, это штука, которой очень полезно пользоваться. Тут можно отсортировать предметы по редкости, по типу, по фракциям и так далее. Вот допустим, те же белые детали, их крафтить не выгодно, об этом собственно нам и говорит сайт. Или же допустим, если мы выбираем эпическую редкость, то можно посмотреть, что выгодно производить, а что нет. Единственная в чем разница, выгода там считается с учетом того, что ресурсы вы покупаете. И собственно поэтому вся бель там показана в минусе. Я же в основном говорил и считал с тем учетом, что ресурс вы фармите. Но как бы то ни было, представьте, как можно выгодно что-то крафтить, если пользоваться тем, о чем я сказал в ролике, да еще и сайт мониторить. Также, благодаря инфе с сайта, не фармя ресурсы, можно зарабатывать голду, просто скупая ингредиенты для производства. В общем, какое-то время, да, там нужно будет разобраться, но так, ресурс полезный. Что по итогу, возможно где-то сумбурно и немного непонятно, но инфы и вправду много. Если что, задавайте вопросы в комментариях, ну или еще раз пересматривайте ролик. Если буквально в двух предложениях, то для начала используйте базовые фракции и нафармленные ресурсы, тратя на производство деталей от синьки до фиолки. Ну а перед тем, как что-то производить, находите самые дорогие предметы, обращаясь к сайту, ну или просто мониторя цены в игре. А уроки математики отчаянно подходят к концу, полезные гайды тоже нужны. Всем спасибо за просмотр и пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok